Философия Платона Мы можем найти Нечто похожее на Учение об идеях Где Платон высказывает свои Некоторые затруднения, связанные с тем, каким образом К идеям Приобщаются вещи Прежде всего нам важно Провести различия между Эйдесом и идеей Это различия провести трудно Сами тексты Платона Можно только догадываться С некоторой степенью Очевидности Что между этим термином Существует некое различие Потому что у самого Платона Они в некотором отношении смешаны Нельзя сказать, что употребляется Согласно некоторому Строгому использованию термина Такое впечатление, что иногда их отождествляет Как синонимы, иногда их разводят Ну вот попытался Лосев Развести эти термины И у него есть некий феноменологический анализ В его работе Очерки античного символизма и мифологии И он пытается как бы их различить И он находит, что Эйдес Представляет собой нечто дифференцированное А в отличие от идеи Которая скорее есть нечто интегральное Ну, он показывает на примерах О чем это говорит Что, допустим, если рассматривается Нечто, да Требующее своего Различения Требующее своего исследования То говорят о развлечении согласно Эйдеса Но они говорят в этом случае О развлечении согласно идеям То есть на стороне Эйдеса Стоит то, что эти Эйдесы И помогают нам расчленить Некое нерасчлененное нечто Нечто, что требует своего понимания Или своего познания И вот Эйдесы Это есть некие моменты Моменты смысла Которые мы вкладываем в этом нерасчлененном целом В то же время Говорится о том, что Эйдес Например, внутри отдельных сущностей Таких, как искусство Ну, или там война и прочее Тоже внутри этих Отдельных сущностей Тоже можно найти разные Эйдесы Но это нельзя сказать об идеях Потому что Если Эйдес может внутри целого Различать отдельные моменты целого То получается, что вроде как Идея, она всегда Говорится о неком целом То есть есть одно целое Другое целое И эти два целых Они всегда рассматриваются Как бы с позиции разных целых То есть идея Она не может рассматриваться Вот в этом Различенном виде Подобно тому, как различаются Эйдесы А с другой стороны Интересно, что Никогда не говорится Об Эйдесе Благо Всегда говорится Об идее благо На самом деле Возникает Вот такая Феноменологическая Интуиция Состоящая в том Что На стороне Эйдеса Лежит Если теперь обобщать Некое различие Или развлечение А на стороне Идеи Лежит некое тождество Если вспомнить то, что мы говорили О сознании и мышлении То как раз возникает Интуиция Что Эйдес и идея Они Различаются по линии Различения Ну это гипотезы Сознание И мышление В чем состояло это различие У нас мышление Оно связано С тем, что Мышление представляет собой Некую способность Оно направлено То есть мышление Представляет собой Нечто направленное Интенциональное Интенциональное Как бы Есть Объекты мысли Мысли Смысл А сознание Представляет собой Некую схему У сознания Непосредственно Нет своих объектов Да Ну это как бы Давний разговор Для того, чтобы это понять Надо просто обратиться Предыдущим Каким-нибудь Обзором Того, что Представляет собой Теорию сознания Я на этом сейчас Останавливаться не буду Просто Предметами сознания Могут выступить Предметы любой способности Но самым главным У сознания Я не является Схема Ну и схема Опосредует И это мы обсуждали В других В других Видео В других докладах Опосредует Чувственно воспринимаемую Сферу Да И сферу мысли Схема Вот она Представляет собой Нечто пространственное Да Что Является Общим основанием Для того, чтобы Чувственно воспринимаемое Сводить к мысли На самом деле Такое представление Об Эйдосе Оно Как раз Может быть Соответствует Некоторому Потом Возникшему Классической Философии Движению Отождествления Сознания И мышления Собственно Возможно Платон Стоял на той Точке зрения Что у него Была интуиция Различия Сознания И мышления И эта интуиция Проходила По линии Различения Того Что Представляется Бо Эйдосе Идея Ну вот Это Первая Возможность Мы ее Потом Рассмотрим А вот Есть Вторая Возможность Что Эйдосе Равно Идея То есть Он использует Эти понятия Как синонимы Ну Можно было бы Так сказать Что Всякий раз Когда Платон Говорит Об идей Он имеет Ввиду Что Эйдос Сам по себе То есть Эйдос Сам по себе Сам по себе А всякий раз Когда Собственно Заходит Разговор О том Как Эйдос Как Эйдос Приобщаются Вещи Ну вот Идет Собственно А собственная Эйдос Да Собственная Эйдос Эйдос Когда Речь идет О приобщении Ну по сути Как бы Это некая Одна Общая Конструкция Которая Либо Рассматривается В новом Своем Качестве Когда Она рассматривается Как сама По себе Либо Рассматривается В том Отношении Как она Существует В отношении Квеща Ну существует Еще третья Возможность И третья Возможность Она в диалоге Парменит Там Когда он Обсуждает Приобщение Вещей Кэрисом Он там В конце Начинает Говорить о том Что Вот есть Как бы Две сферы 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 мира Это Божественная Сфера Сфера И вот Есть Как бы Человеческая Сфера И он Говорит о том Что В божественной Сфере Каждый Эйдес Соотносится С соответствующим Ему Божественным Эйдесом Определенность Этих Эйдесов Она возникает Как Соответственная Определенность То есть В божественной Сфере Все Возникает И определены Эйдесы Отношения К друг к другу Именно в божественной Сфере И соответственно В человеческой Сфере Как бы То что В божественной Сфере Является Сущим В человеческой Сфере Эти наши Эйдесы Они являются Некоторым Подобием Этих Эйдесов Но тем не менее Они тоже Подобия Соотносятся С подобиями И можно было бы Предполагать Что в каком-то Отношении Что Эйдес Собственно Слово Эйдеса Должно было бы Относиться К нашей Сфере А в божественной Сфере Должно было бы Относиться К идее Ну и тут Как бы Опять же Возникает Вот эта Аналогия С тем Что Идея Это как бы Эйдес Сам по себе Только здесь Она Разорвана По линии Различения Человеческого И божественного Уровня Уровня Космоса Ну вот эти Как бы Отождествления Эйдесы И идеи То есть Они Тождественны В своей сущности Как бы И различаются Только способом Бытия То есть Эйдес Это что-то Связано А идеи Как бы Сами Я в прошлый раз Пытался По этому поводу Высказать Своё мнение Какой Возникает Отсюда Проблема А в чем состоит Проблема Вот мы говорили О том Что Вещь Как бы Вот можно записать Как материя Плюс Эйдес Причем Получалось Что Вещь Приобщается К идее Да Приобщается К идее И тем И тем не менее Она как бы Уже вроде В себе Внутри Имеет Некую Идею Есть Проблема В чем Состояла Проблема Состояла В том Что Вещей Это Много Получается Что Если мы Теперь Переходим Как бы Уже К пармениду К диалогу Парменид Получалось Что Вещей Много И поэтому Вот этих Эйдесов Которые Как бы В вещах Их должно Быть Много Эйдесов Много Или Или Оно Или Эйдес Один Ведь их должно Много Потому что Вещи Как бы Состоят Из материи И Эйдеса И тем не менее Эйдес должен быть Одним Потому что Эйдес Есть Некоторые Идеи И вот Возникает Всякого рода Несообразности Связанные С тем Каким образом Эйдес Он Есть И один И много Он Как бы И один Потому что Он Внутри Вещи Есть Собственно Это Единство Внутри Вещи Он И делает Вещи Единство И Много А Много Почему Потому что Вещей Много Казалось бы Единственный Способ Но Возникает Как раз Проблема Каким образом Собственно Каким способом Именно Конкретно Способом Приобщаются Вещи К идеям Если Мы Рассуждаем Таким способом То Возникает Всякий раз Проблема Третьего Человека Почему Потому что Когда мы Берем Соотносим Вещь И Идею И обсуждаем Это Тем Способом Что Сами Идеи Как бы Они В вещах Тоже Есть В виде Эдис Эдис Это Нечто Вещное Тем самым Возникает Такое Рассуждение Состоящее В том Что Либо Что Эдис Тоже представляет Собой Нечто Вещное Получается Что Можно Взять Единым взглядом Вещи Идею Из них Сделать Новую Идею Новую Идею А потом Взять Вот эту Новую Идею И предыдущую Еще Новую Идею И Вот Возникал Такой Регресс Бесконечности Это Описано В самом Диалоге Парменито Как бы Я здесь Ничего Не придумал Единственным Способом Казалось Выйти Из Такого Парадокса Она была Связана С тем Чтобы Предположить Что Идеи Точнее Эйдис Есть Мысль Потому Что Если Эйдис Есть Мысль То Тогда Рассмотрение Ну Пока Сейчас Движемся В гипотезе Что Эйдис И Идея Это Одно И То же Тогда Эйдис И Вещь Как бы Поскольку Эйдис Есть Мысль То Единство Эйдис И Вещи Был бы Новый Эйдис Но Он Был Тем Же Самым Поскольку Он Равнялся Предыдущему То Что Он И Равнялся Мысль Потому Что Собственно Мысль Она 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 Является Чем Общим Что Не Позволяет Уйти В этот Регресс В бесконечность Она Этот Регресс Останавливает То С этой Стороны Проблема Разрешалась Но Она Возникала В другом Отношении Возникала В том Отношении Что Если Эйдис Мысль А У нас Получалось Что Вещь Равняется Материя Плюс Эйдис Тогда Получалось Что Вещь Состоит Из Мысль Состоит Из Мыслей То Само Себе Против Мысленно Почему Потому Что Согласно Платону Либо Она Состоит Из Мыслей И Мыслит Все Поскольку Мысл Есть Мысль О чем То Либо Она Хотя И Состоит Из Мыслей Но На самом Деле Лишено Мышления Не Мыслит Ничего И Тот И Другой Случай Для Платона Является Неприемлем И Собственно Когда Получается Что Эйдис Как Мысл Отбрасывается И Возникает Последний Кипотез В том Что Эйдис Есть Образец Образец Ну А И При Общении К Эйдис Понимается Как Уподавление Этому Образцу Но Этот Образец Точно Также Отбрасывается Возникает Тот же Регресс Бесконечно Связанный С третьим Человеком Третий Человек Это Когда Рассматривается Идея Человека И сам Человек Возникает Третий Человек В смысле Того Что Некое Общее Между Идеей Человека И Человеком Тот же Регресс Когда Мы Берем Образец Как Б И То Что Подавляется Образцу Возникает Новый Образец И так Далее Получается Что Такой Пример Такая Возможность Как Идея Как Образец Он Сам Проблем Не Решает Это Рассуждение Взятое Со стороны Того Что Если Мы Считаем Что Платон Идея И Идея Это Одно И Тоже Да Как Буд Есть Неразличенность Если Сам Платон И Собственно Использует Эти Два Понятия Как Синонимы Я Сказал Каком Они Различаются В смысле Способов Существования Но По сути Является Один И Текст Руказывает На Одно И Тоже То Тогда Собственно Понятно Чем Занимался Аристотель Он Просто Эйдес Идею Развил Что Сдел Аристотель У Него Получается Что Сошел в форму А Идея Перешла В сущность Но Не только В сущность Потому Что Собственно Идея Она же Не только Составляет В сущность Она Составляет Все Что Касается Понятия А у Нас Тут Сущность Категория Общие Понятия Виды Роды То То Некое Внутреннее Содержание Мышления Которое Выражается В неких Понятиях То Что Мы Теперь Называем Понятием Вот Это Как Состоит В Идеи Вот Аристотель Сделал Это Развлечение А Форма У Него Это Некое Пространственное Пространственное Очертание То Что Называется Образ У Него Найти В Одном Из Многочисленных Трактатов Что Что Такое Форма Форма Это Схема ТС И ДС То есть Форма Если брать Буквальный Перевод Это Схема Образа Схема Схема Некоторого Внешнего Вида Ну вот Я просто раз Именно Такое Предлагал Разрешение Той Неозвращенности Которую Мы усматриваем Платону Но тем не менее Мне все-таки Не оставляет Мне показалось Как бы Странным На самом деле Что у Платона Все-таки Есть два Термина Казалось бы Казалось бы На уровне Языкового То есть На уровне Речи Языка Он Все-таки Эйдес и Идею Различает Неужели Как философ Он не смог Их различить На уровне Мысли Давайте попробуем Как бы Двигаться Все-таки Вот эту идею Оставим Она простая Можно взять Другой вариант Который я сейчас Предлагаю Что Эйдес И идея Это разная Эйдес Не равно Идея Это вторая Гипотеза Сейчас я быстро Просто побежал Предыдущую Гипотезу Где Эйдес Равнялся Идеей Я просто Рассказывал о нем На предыдущем Накладе Сейчас как бы Мы будем Заниматься тем Попыткой Понять Каким Эйдес И идея Не равно Попытаемся Солидаризироваться С Лосевым И попытаемся Выяснить Все же Как бы Состоит их различие Если его Вообще Можно сделать Давайте сначала Попытаемся Понять Эйдес Как нечто вечное Допустим Эйдес Нечто вечное Вечное В смысле Вещ Вечное То есть Относится К порядку Вещи Тогда Возникает Вот эти все Разговоры Связанные С тем Что Эйдес Как бы Потому что Рядоположен Вещам Рядоположен Поэтому Можно Рассматривать Его Как Некое Покрывало Над многими Людьми То есть И говорить о том Что И люди Приобщаются К счастью Эйдеса Потому что Счастью Покрывало Она Покрывает Каждого Человека А не все Покрывало В целом И говорить о том Что Если Если мы говорим О том Что Эйдес Присутствует Во многих Вещах То на самом Деле Получается Что Эйдес Будучи Единым На самом Деле Тем не менее Дробиться На На Нечто Многое Возникает Противорище Между тем Что Эйдес Должен остаться Одним И тем Что он Представлен во Многих Вещах Он является Един Вот эти Все проблемы Они связаны С тем Что Эйдес Рассматривается Как нечто Вечное Эти проблемы Не могут Быть преодолены Если Эйдес Считается Просто Чисто Вечное Относящиеся В порядку Чувственного В порядку Вещей С другой стороны Рассмотрим Тогда вопрос Связан с тем Что Эйдес Является Мыслью Если Эйдес Является Мыслью То Согласно Платону Он там Показывает Она Представляет С собой Некую Идею То есть Почему Ну как бы Здесь Можно опять же Было повторить То что я Уже говорил Но тем не менее Важно то Что Получается Что Эйдес Он как бы Находится В таком Странном состоянии Его нельзя Отождествить С вещами Потому что Он сразу Начинает Так же Как вещи Доробиться А он должен В отличие От вещей Эйдес Он нечто Единое А вещи Являются Многими Отсюда Возникают Все проблемы Но в то же Время Эйдес Не может быть Мыслью Почему Потому что В отличие От идеи Которая На самом деле Может быть Покоится В нашей душе Потому что Она является Чем-то мысленным Хотя Платон говорит О том Сущих Мыслях Но это Другой разговор Мы к нему Может быть Тоже подойдем В то же время Эйдес Не может быть Мыслью Потому что Эйдес Как существующее Как то Что непосредственно Видится В Вещах Приводит К тому Что Как бы Вещи Состоят Из мыслей Да И вот Это Как бы Нас Тоже Это Платона И Тоже Не устраивает Получается Что Как бы Необходимо Как бы Эйдес Найти То Рассуждение Которое Сделано У самого Платона Да Вот он Как бы Показал Что Эйдес Не может быть Чем-то Что Находится В самих Вещах Что Является Чем-то Вещим И С другой Сторон Не может Быть Чем-то Что Только Является Мысль Казалось Других Возможно Нет И некуда Я досудивался В чем Состоит Вся Проблематика Проблематика Состоит То Что Платон Видел Что Есть Некая Опыт Феноменологическая Данность Состоящая В том Что Есть Образ Образ В Опыте Есть Вот Есть Некий Образ В Опыте Понятно Что У этого Образ Есть Параметр Такой Как Материя Там Образ Допустим Может быть Отпечатан На камне Отпечатан На песке На дереве И прочее Но Тем не менее То Что Есть Образ На который Направлен Наше Внимание И Вот Этот Образ Надо Как-то Осмыслить Причем В этом Образе Представлен Две Компоненты Во-первых Компоненты Компоненты Связаны С Ощущениями Чувства То есть Чувственно Воспринимаем Компоненты А И Вторая Компонент Это Вот Связан Со Смыслом Мы В свое Время Мы В свое Время Подходили К этому Вопросу Со Стороны Того Что Такое Феномен И Говорили О том Что Феномен Он Не Является Как Классической Философии Чисто Чувственной Феномен На самом деле Вот такая Двухслойная Структура На переднем Плане Есть Нечто Воспринимаемое А на заднем Плане То Что Мыслимое То Что Называется То Что Касается Смысла То есть Вот такая Двойственная Структура Или Можно Был сказать Структуру Знака Воспринимаемое Структуру Знака На самом деле Особо следует Как бы Что И мир Имеет Структуру Только Надо Говорить Уже Не знак А структуру Текста Или структуру Языка Ну Как бы Язык Состоит Из знаков Язык Состоит Из текста И мир Как бы Имеет Структуру Текста Из единой Этой структуры Если мы Теперь перенесем Этот разговор На то Что мы Говорим Об образе Да То у нас Получается Что образ Ну давайте Образ Обозначим Просто Как Вот этот План Вот этого Впереди Воспринимаемого У этого образа Вот есть некий Второй план Да План Помыслимого Возможно На самом деле Что Платон Понимал Что вот это вот Мышление Которое Соответствует Этому образу Да Оно на самом деле Является Собственным мышлением То есть оно Как бы не зависит От нас То есть когда В субъективной философии Это мышление Оно сразу Включается В мышление Познающего Да И как бы И мы как бы Закладываем Мы определяем Сущность того Что мы перед собой видим А Философии античной Как бы Все-таки присутствует Вот это вот Удивление Да Перед Природы Да И они пытаются Все-таки Высмотреть Собственно К этому стремится И феноменология Ну и в частности Вот античная философия Они высмотрят Это смысл того Что представляет собой Мир сам И что представляет В данном случае Образ сам по себе Вот это вот Вот это вот мышление Если это вот мышление То есть Вот этот смысл Который заключен В образе Да В образе Он на самом деле Относится к самому образу И вот это вот Образ и смысл Собственно Платон видимый Называет Эйдес Эйдес Это то Что мы Назвали Феномен И будущее Таковым То есть Буду В том числе И образ Когда мы говорим О том Что Эйдес Только образ То есть Он является Чем-то Вещным То есть Принадлежит Вещам У нас возникает То, что Он является Неким Единым смыслом Потому что Как раз Единство Вот оно Здесь находится Единство Оно находится В смысле Единство Это некий Смысловой момент Да А Как бы Вещность Слово Вещность Она находится В области И вот Эта вот Амбивалентность Эдес И проявляет Именно поэтому Философии Причем сам Платон Видимо этого Не замечает Философии Платона Вот мы наблюдаем Вот этот Непонятный Статус Эдес С другой стороны Если Эдес Является таковым То его Нельзя свести К идеям То есть Эдес Тогда в принципе Неравен идее Потому что Идея Она относится К сферу мышления Но в лучшем случае Относится Вот к этой сфере Причем Как я уже говорил Что Идеи У Идеи у Платона Они являются Сущими идеями Да То есть Как бы вот Условно говоря Есть некий Некий Сущий Идеи Сущий И они Как-то присутствуют В мире Есть идеи Которые Есть у нас Наши идеи Да И эти наши идеи То есть Они находятся В мышлении Да Мысленно В мышлении Нашего Они являются Только подобиями Да Этих идей То есть Мы как бы Только усматриваем Тут можно сказать Что божественный Некий план Божественный план А здесь Наш план Человеческий Собственно Платон Этот разговор Тоже присутствует Да Да Они должны Вот Соотноситься Они как бы Представляют собой То что они Представляют Только в отношении К друг другу Да И их подобие Да То что мы Называем Идеями Так Соименными С этими Божественными Идеями Они как бы В нашем мышлении Находятся И они тоже Соотносятся Сами с собой Да А между ними Вот переход Этот Ну как бы Он не ясен Вот так вот Можно понять Учение Платона И тогда На самом деле Возникает Вот Переход К Аристотелю Не такой Тривиальный Но с другой стороны Сам Возможно Сам Платон Это различие Только Интуитивно чувствовал Да Он не смог Его высказать В ясном виде Потому что Вот Различение Чувственного И мысленного Присутствовал Да И он никак Не мог Развести Идест Он пытался Как бы Идест Развести По этому Развлечению А Идест Нельзя развести По развлечению Воспринимания И мышления Его нужно было бы Поместить в сознание Да Как бы рисовали Что Вот Сфера Воспринимаемого Сфера мыслимого Да Вот они как-то В нашем сознании Это сфера сознания Соотносится Да И вот как бы На самом деле То что называется Эйдесом Оно должно Вот как-то Объединять Эти сферы Да Каждый Эйдес Он вот как феномен Вот Опирается на две сферы На сферу Непосредственно Воспринимаемого Да На некий образ Да И на сферу мыслов То есть И он всегда Выстраивается двойственной Ну и теперь Для того чтобы Давайте попробуем Перейти к Аристотелю Что делает Аристотель Аристотель от термина Эйдес отказывается Да Собственно Эйдес у него Становится просто образом А И тогда у Аристотеля Возникает Что всякое сущее Оно равняется Материя плюс форма Причем форма Форма Это на самом деле Пространственное очертание Очертание Ну вот как Например Медный шар Да Материя и медь Собственно Шар это форма На самом деле Как бы Здесь Есть Есть некая Опять же Неясность И это связано Как бы С самими текстами Аристотеля Что иногда У него форма Каком-то отношении Претендует на то Чтобы Пониматься Так же Как и И сущность Поэтому Можно было бы Говорить о том Что Второе понимание Это вот первое понимание Второе понимание Второе понимание Могло бы состоять В том Что форма Я его тоже уже говорил Это как бы Сущность Но Но В материи Что такое Сущность Сущность Это является категорией То есть Сущность Это понятие Сущность Это понятие Это категория Через которую Усматривается нечто Какое усмотрение Как происходит Через вопрос Что Понятие Это нам дается Даются сущие Через вопрос О том Что Ну и он говорит О первых сущностях И о вторых сущностях То есть Первых сущностях Это то Которые О которых Сказывается Все И которые Ни в чем не находятся Во вторых сущностях Это Отношение к первым Представляет собой Роды Роды и виды То есть О них все другое Сказывается Но сами Эти роды и виды Тоже сказываются О первой сущности Вот допустим Но с другой стороны Если все таки Попытаться Это Понятие Сущность Проследить Все таки Попытаться Понять То возникает Следующего рода Следующего рода Сам Аристотель Как бы Исследует Следующего рода Значение Суть того Что представляет С собой сущность У него сущность Представляет собой Прежде всего Некую Вот у него Такой термин Интересный есть К сожалению Приходится Рисовать Греческими буквами Его переводят У нас как Суть бытия вещи Суть бытия На самом деле Как бы Вот он говорит Что сущностью Под сущностью Понимают Тотиен Эйне Это первое Понимание Второе Понимание Это Нечто Общее Общее Это Катало Катало Третье Это Рот Генз Ну и Четвертое У него Юпокейминон Да Ну это Как бы У нас Его переводят Как Субстрат На самом деле Это Лучше Горь Подлежащее Потому что Категории Вообще У Аристотеля Понимается Как Некие Способы Анализа Именно Предложения И как бы Предложение У нас есть Подлежащее Сказуемое Причем Состав Предложения И Тем способом Каким мы Высказываемся О мире Предложений И состав Того Как Выглядит Сам мир Как Сам мир Устроен Это Как бы В некотором Отношении Между ними Есть Некий Заморфизм Мы говорили Об этом Тоже Подлежащее Субстрат Ну вот Это Юпокейминон Разникает Интересная Проблема Проблема Связана С тем Что Как мы Видим В смысле Общего Ирода Сущность Представляет С собой Понятие Здесь Не может Ни Возражений С другой И у нас Есть Субстрат Подлежащее Подлежащее Сущность Называется В трактате О категориях И вот Есть Какая-то Странная Трудно Передаваемая Форма Которую Даже И переводить Сложно Которую Названа Сутью Бытия В чем Если Проследить Общее Между Всем этим То Общее Между Всем этим Состоит То Что Все Это Нечто Нечто Сохраняющееся Все Все Эти Четыре Вещи Представляется Нечто Сохраняющееся Сохраняющееся Конечно же Во время Для того Чтобы это Понять У Аристотеля Есть Как бы Другой Термин Это То Доти Это На самом Деле Вот Это То То Как бы Что В каком-то Отношении Возможно Только указать В моменте И это Вот это Уже Вот это Оно Как бы Является Уже Несохраняющимся И здесь Возникает Такой Интересный Параллель Между Гегелем И Аристотелем У Гегеля Ведь есть Чувственная Достоверность Где вопрос Идет Об Это Чувственная Достоверность Феноменология Духа А есть Восприятие Где речь Идет Уже О Вещи А Вещь Представляет С собой Нечто Сохраняющееся То есть На самом деле То что Опыт того Что мы Знаем в мире Он как бы Распадается Есть как бы Опыт Это Есть опыт Восприятия То есть Чего-то Сохраняющегося Это как раз Это Оно как бы Дано Здесь и сейчас Здесь Сейчас И оно как бы Несохраняющееся Дано Вот как Вот это А это Восприятие Это нечто Как бы Сохраняющееся Второй момент Второй момент Связан С тем Что Аристотель указывает Топорисион указывает Это в категориях Что сущность Ни в чем не находится Это замещение Оно существенно В каком отношении Вот у нас есть Разбиение мира Да Вот у нас мир Как будет Некое Нерасчлененное Цело И мы должны указать Допустим Мы хотим В этом мире Указать Некие Сохраняющиеся Сущности Да Как мы Это можем сделать То есть Мы должны указать Некие цельности Да Цельности Которые Сохраняются А все остальное Что Не сохраняется Оно будет Либо Как бы Моментами Этих цельностей Да Вот некий Как бы Аспекты Этих цельностей Да Которые Внутри Этих цельностей Находятся Ну либо Какие-то А Либо Какие-то Другие Аспекты Которые Между этими Цельностями Находятся Да То есть Вот Допустим Есть Нерасчленные стихии Мы как бы Бросаем туда Взгляд Сохраняющийся Взгляд Как если вспомните Что такое Сохраняющий взгляд Это не что иное Как взгляд Сознания Да Именно сознание Оно Есть нечто Что во времени Стоит Да Оно как бы И выдает Сохраняющийся Взгляд Сохраняющий Взгляд Ну это мы тоже Целая История была Как мы обсуждали Что такое сознание Да И получается Что Вот Несохраняющимся Остается Только два момента То что внутри Как бы Целого Да И то что Это вне целого И тогда нам Важно Как бы Понять на самом деле Что Вот эти вот Несохраняющиеся Что это такое А вот это Приобретает два момента Во-первых Привходящие Потому что Нам важно Осмотреть сущность Со стороны Того Что сохраняется Да И вот И допустим В каждом Каждом объекте Который мы исследуем Допустим Человек Вот есть некий Существенный момент А есть несущественный А допустим Существенный момент Что человек Двуногий Что существенно Что он там Допустим Разумный Способен К знаниям И прочее Но несущественный Такой момент Допустим Что человек Бледный Он может быть Бледным А может быть Не быть Бледным То есть Есть некоторые Существенные моменты И несущественные Вот этот Преходящие моменты Это прежде всего Те Которые Находятся Внутри Этих Сущностей Которые Сохраняются А второй Момент Он связан С тем Что Есть некие Сущности Которые тоже Сохраняются Вроде бы Но они Являются Они не существуют Сами по себе Они существуют Только Внутри Этих Сущностей Которые Сохраняются Ну Что Что значит Внутри Сущности Это Как раз Вся полнота Наших Общностей Общих Понятий Они Не существуют Как Идеи Платона Где-то В мире Не являются Сущими Идеями Они На самом деле Существуют Через Эти Сущности Сохраняющиеся Они Внутри Них Лежат То есть Когда мы Говорим О сущности Что такое Сущности Существенно То Что Не находится Внутри Чего-то Другого То есть Некий Как бы Можно Был Усказ Самостоятельности А вот Внутри Находиться Внутри Сущности Это Уже Как Был Несамостоятельный Мамин Это Потом Эту Тему Несамостоятельности Будет Обсуждать Спиноза Когда он Будет Говорить О Субстанции Он Говорит О том Что Субстанция Это То Что Существует Через Самое Себя Да И А Модусы Это То Что Существует Через Другое То Что Существует Через Субстанцию Собственно Слово Субстанция Вообще Говоря Является Калькой Латинской От Слова Сущности То есть Сущность Это То Что Существует Через Самое Себя И Представляется Через Самое Себя А Модус Как раз Это То Что Существует Другому Получается Что В этой Сущности Существует как бы много модусов. Получается, что как раз разговор о сущности, который ведет Аристотель, если понимать развитие темы именно в другом таком плане, оно просто идет не вразрез с тем, что говорит Платон, а скорее идет в дополнение к тому, что он высказывает. То есть Аристотель просто занимается чем-то просто другим. Единственное возражение существенное о том, что у Аристотеля вместо существующих идей, которые есть у Платона, он их существование объясняет по-другому. Они являются чем-то, что существует через сущности. Они не сами по себе существуют, они не самостоятельно имеют бытие, они имеют бытие внутри этих сущностей. Но тогда возникает проблема, связанная с перводвигателем. Как же существует перводвигатель? В каком-то смысле перводвигатель – это ведь мышление-мышление. Если это мышление-мышление, то как это понимать? На самом деле это надо понимать тем способом, что перводвигатель представляет собой, опять же, некого рода сущность. И эта сущность, она точно так же существует только через самую себя. Просто смысл этой сущности состоит в том, что она мыслит о мышлении. Иначе говоря, в отличие от Платона, Аристотель не говорит об отдельных идеях. Существуют какие-то идеи, и они как бы отдельные. Аристотель говорит именно об уме, если так можно выразить, то есть он говорит о способности, которые существуют, некоторая активность. А у Платона, у него как бы обособленные существуют идеи. И что такое обособленные идеи, и как они сами по себе существуют. То есть у него существует... И теперь вот как бы, действительно, давайте подойдем к вопросу о том, почему у Платона существуют такие отдельные обособленные идеи. Дело в том, что когда мы говорим о мысли, а идеи относятся к плану мышления, то у нас возникает две возможности понимание. Во-первых, мы можем говорить и всегда говорим о том, что мысль есть мысль о чем-то. Мысль. То есть мысль у нас интенсиональна. Она направлена на что-то. То есть мы в свое время всегда рисовали о том, что в мышлении есть некая активность, и эта активность направлена на некие вот объекты, которые можно было бы назвать смыслами или мыслей. То есть здесь мышление взято со стороны своей активности. А с другой стороны, на самом деле, мысль можно брать как нечто самостоятельное. Мысль есть некая сущность. Платон это рассказывает тем способом, что взять идею, вот идея сама по себе. Вот это вот сама по себе, безотносительно чего-либо. Вот это вот как бы мысль некая. То есть мысль, взятая как бы безотносительно, вот как некая статика, да, некий смысл, некий смысл или там мысль, вот без этой динамики. Здесь как бы мыслями с отчеткой динамика интенсиональная, а можно мысль взять вот как некую статику. И вот как бы вот эти два различных понимания мыслей, они присутствуют в Платону. И когда Платон говорит о том, что вот существуют вот эти вот идеи сами по себе, да, когда он говорит об идеях сами по себе, и вообще когда он ставит проблему о том, что надо рассматривать, допустим, или также это применяется и к эдесам, да, что надо рассматривать не только эдесы в отношении вещей, да, а эдесы в отношении друг друга, да. И вообще, когда у него вообще идет разговор о том, что вот надо что-то рассматривать как само по себе. Этот разговор вот сами по себе, это задан изначально установкой Сократа, да, Сократ пытался во всем увидеть некие как бы общности. То есть взойти к неким общим вещам. Просмотреть не просто какие-то частные случаи какой-нибудь проблемы, а подойти к этой проблеме в некотором обобщенном виде. В этом и состоит, собственно, разговор об идеях. И поэтому идеи и рассматриваются как сами по себе. Но вот идеи и рассматриваются как сами по себе, это как раз отсылка к первому пониманию, поскольку идеи все-таки представляют собой нечто мыслимое, нечто умопостигаемое, как мы в нашей гипотезе, как мы это обсуждали. И потом много дают поводов для того, чтобы именно так понимать идеи. То вот он рассматривает их как некие статические вещи. С другой стороны, у него все-таки присутствует и понимание того, что мысль есть мысль о чем-то. И он много, в том числе и в применении, когда он обсуждает вопрос о том, почему идеи эйдесы, почему эйдесы не являются мыслями, то он как бы и там тоже говорит о том, что мышление есть мышление о чем-то. То есть мышление есть мышление о сущем. Вот эти две мысли у него как бы колеблются. С одной стороны, когда он пытается рассматривать соотношение вещей и идей, то возникает разговор о том, что мысль есть мысль о чем-то, поскольку есть соотношение, поскольку есть динамика. А когда он рассматривает обособленно идеи, тогда возникает разговор о статике. То есть этот другой смысл присутствует в том, что понимается под идеей.